Ну что ж, дамы и господа, я всех приветствую. Сегодня будет моя постоянная рубрика, в которой пополнение. Пять причин. И сегодня мы поговорим о том, почему не стоит покупать Xiaomi Mi 9T. Пять причин самых весомых, самых таких мощных, которые я смог откопать. В целом, конечно, этот смартфон мне невероятно понравился, я в него влюбился. Настолько он мне понравился, что я сделал его своим основным смартфоном. У меня есть еще Mi 9, мой тоже основной смартфон, но уже под другого оператора. И этим смартфоном я тоже невероятно доволен. Ну что ж, не будем долго затягивать, просто по пунктам пройдемся. Итак, первый пункт, который вас может немножко шокировать и удивить. Если вы купите этот смартфон, заказав, например, его где-либо за рубежом, например, в Китае, как это делаю я, то вы сможете удивиться, что он достаточно большой. Да, он безрамочный, да, у него шикарный дисплей, соотношение веса, железа и всего остального. Но те, кто не привык к большим диагоналям, я думаю, что эта диагональ вас может немножко шокировать. Он удобный, но все зависит, конечно, от руки. Если у вас рука не сильно большая, то есть вы девушка, например, или просто парень, у которого небольшая ладонь. Всякое бывает в жизни, поэтому вас этот смартфон может шокировать своим размером. У него огромный просто шикарный дисплей, но не в каждой руке он будет себя хорошо ощущать. Если вам нужно компактное устройство, то я рекомендовал бы Mi 9 SE. Это смартфон, которым я тоже некоторое время пользовался, он мне безумно понравился, я в него влюбился и я подарил его своей жене. Mi 9 SE это смартфон, который будет ничуть не хуже этого аппарата, будет обладать такими же замечательными характеристиками, стоит недорого и при этом он будет идеально удобен в руке. Так что, если для вас компактность, удобство и прочее имеет огромное значение, то все-таки этот смартфон может вам не подойти. Я рекомендую посмотреть какие-то телефоны с такими же размерами, которые есть у вас в доступе сейчас, и пощупать, как они будут в руке. Если вам они подойдут, то и этот аппарат, конечно же, будет сидеть в руке хорошо. Если вам они не подойдут, я бы не рекомендовал покупать большой смартфон, потому что некоторые не могут привыкнуть, и потом у них неприятные ощущения на все время использования. Они потом их продают, эти смартфоны, и покупают что-то компактное. Поэтому, зачем эта катавасия нужна, если можно заранее примериться и купить то, что вам нужно. Та же самая ситуация была с Mi Max 3. Некоторые люди покупали Mi Max 3, потому что он огромный, классный, крутой, они привыкли к большим смартфонам, но Mi Max 3 был настолько большим, что не всем этот смартфон зашел, к сожалению. Следующий момент, это материалы корпуса. Этот смартфон сделан, конечно же, по всем современным канонам. Он сделан с защитой Gorilla Glass, у него стеклянная защитная крышка сзади, но я бы рекомендовал на этот смартфон покупать защиту. Это вторая причина его не покупать. Если все-таки купили, то я бы рекомендовал насладиться красотой этого смартфона немного, и потом все-таки запаковать его сверху стеклом и сзади чехлом. У меня приличное количество разных чехлов на этот смартфон заказано, и многие из них вы могли видеть у меня на основном канале. Кто не в курсе, у меня есть основной канал, где я выкладываю различные распаковки, обзоры, каких-то более таких массовых и так далее. И на этот смартфон у меня пришло очень много разных интересных чехлов. Все их вы сможете увидеть там, ссылка на основной канал в описании. Так вот, я попользовался этим смартфоном без чехла некоторое время, я вам скажу, что... и без стекла. Я вам скажу, что этот смартфон все равно нужно использовать очень бережно, потому что появляются царапины. Ну как ни крути, у меня не было ни одного смартфона, на котором бы не появлялись царапины. Все смартфоны царапаются, даже супер защищенный Redmi Note 7, который все обзорщики облизывали и говорили о том, что вот мы его роняем, вот мы его разбиваем, вот мы царапаем ключами. Ничего подобного у меня в комментариях, и мой личный опыт подсказывает, и в комментариях люди писали, что нет совершенно защищенных смартфонов. Да, от каких-то легких случайных царапин, возможно, защита будет, но в повседневном использовании, когда достаточно жесткое, агрессивное использование, либо просто достаточно небрежное использование, когда вы просто берете и кидаете смартфон в сумку, в рюкзак, ну, как правило, многие так и пользуются. Редко кто берет, аккуратно кладет смартфон в карманчик, так, чтобы ничего не поцарапать, чтобы в карманчике не было ни пылинки. Как правило, все просто банально пользуются смартфоном, и сильно над ним не трясутся. Так вот, если так пользоваться, по-любому на нем будут какие-то коцки. Да, он красивый, да, он шедевральный, у него красивая краска, у меня он, кстати, в синем цвете, но в целом это все просто вау-эффект на первое некоторое время. После того, как на нем начнут появляться царапины, вау-эффект уйдет, и вам захочется его защитить. Это 100%. Ну, если вы очень бережный пользователь, можете ничего не покупать, и вам по-любому этот смартфон понравится. Третья причина, по которой не стоит покупать этот смартфон, ну, опять-таки, я вам уже говорил вначале, что этот смартфон невероятно крутой, я влюбился в него, поэтому мне очень тяжело высасывать эти причины из пальца. Это на самом деле так, потому что смартфон практически без недостатков. Так вот, это небольшое сравнение этого смартфона с Mi 9, потому что сначала я заказал себе Mi 9, я удивился, что он действительно очень производительный, просто шикарный аппарат. И, конечно же, все говорили, что Mi 9T это тоже флагман, он тоже супер-пупер, да он такой же по скорости, ничего подобного. Mi 9T чуть-чуть уступает Mi 9 в скорости работы, в скорости переключения между приложениями. Он очень шустрый, он невероятно шустрый, никто никогда не скажет, что он там фризит, зависает и так далее. Но если сравнить по скорости, то Mi 9 быстрее. Поэтому, если вдруг у вас есть лишние денежки, я бы рекомендовал посмотреть в сторону Mi 9. Да, у него меньше аккумулятор, да, он, конечно же, чутка подороже, но Mi 9 все-таки, если вот при таком сравнении, да, лоб в лоб, он все-таки выигрывает по большинству критериев. Поэтому, если для вас важно мое мнение и небольшой опыт использования, то Mi 9T, да, хорош, но все-таки лучше посмотреть в сторону Mi 9, так как это все-таки более флагманское устройство, более бескомпромиссное, и те недостатки, которые в Mi 9 есть, они просто, просто несущественные. И вот раз уж мы заговорили немножко о производительности, то я скажу, что этот смартфон, конечно же, у меня ни разу не зависал, ничего у меня там не работало некорректно. То есть, это смартфон, с которым я чувствую себя уверенно, он позволяет мне делать все те операции, которые мне необходимы для работы, а я не знаю, в курсе вы или нет, я покупаю смартфоны и я работаю на них. То есть, это не просто трубка, чтобы звонить и заходить в ВКонтакте к музычку слушать. Это действительно устройство, которое у меня пашут. Если я купил себе смартфон, я им пользуюсь, то я выжимаю из него соки. То есть, это, например, в данном аппарате это и раздача интернета, то есть, он принимает интернет от мобильного оператора и раздает на другие мои устройства. То есть, он у меня работает как точка доступа, в том числе для Mi 9, в том числе для моего MacBook и так далее. Также у него две симки используются. Раньше здесь была одна симка, но сейчас я продал телефон, который использовал под украинского оператора. И поэтому здесь временно две симки. Естественно, одну из них я сейчас просто отключил, потому что я нахожусь там, где чудовищно ловит сеть основного оператора. Ну, суть не в этом. То есть, этот смартфон реально в очень тяжелых условиях работает. Не такие лайтовые, как обычно это у пользователей, да, стандартных. Но, несмотря на это, он работает и шикарно справляется с теми задачами, которые я перед ним ставлю. Поэтому, ну вот, очень тяжело его за что-то ругать. За время, пока у меня этот смартфон, а он у меня где-то, наверное, недели три уже, прилетело одно обновление. Я пока еще его не устанавливал, потому что у нас тут немножко есть сложности с оператором. То есть, оператор монополист, поэтому, в общем-то, он не позволяет устанавливать обновление спокойно. То есть, после установки обновлений могут начаться проблемы с телефонами, со связью и так далее. Поэтому, в общем-то, жду, пока будет зеленый свет, и потом установлю это обновление и расскажу, как оно мне. Понравилось, не понравилось. Так что, по поводу поддержки с этим телефоном все в порядке. Xiaomi его поддерживает. Он достаточно долго будет, я уверен, поддерживаться. Ну, просто потому, что это новинка. Четвертая причина, которую можно рассматривать в качестве того, чтобы не покупать этот смартфон. То есть, если кто запутался, то первая причина, это то, что он достаточно большой, не всем подойдет такой размер. Вторая, это то, что он достаточно маркий и не сильно прочный, несмотря на то, что устройство дорогое, но, в общем-то, лучше его беречь, потому что могут появиться царапины. Третья причина, это то, что с производительностью все-таки он крут, шикарен, справляется со всем, но если сравнивать с Mi 9 и чуть-чуть доплатить, то лучше, наверное, взять Mi 9, если кому-то нужно ультимейты-устройство, которое позволит и в игры играть на максималочках и так далее. И четвертая причина, это то, что этот смартфон поставляется только в трех расцветках. И несмотря на то, что эти расцветки, да, такие все градиентные, такие все бензиновые, но, в общем-то, хотелось бы, чтобы этот, знаете, не каждому понравится такая расцветка. Некоторые так восприняли, фу-фу-фу, ну, как-то вообще не очень. И, естественно, если вы предлагаете такую неординарную расцветку, то лучше предложить их в более широкой гамме. К сожалению, только три расцветки. Вот как у меня синяя, также есть черная и красная. Черный, наверное, более нейтральный, под него можно будет подобрать разные аксессуары, но я бы рекомендовал, наверное, если бы меня кто-то прислушался из компании Xiaomi, то я бы рекомендовал использовать еще и какие-нибудь светлые расцветки, например, серую и, например, белую. То есть, вот такие вот моменты. Серый я имею в виду такой светло-серый, да, серебристый. То есть, если бы такие расцветки были, как минимум гамма из пяти расцветок, то я думаю, что это было бы намного интереснее. Ну и какой-нибудь еще яркий, там, зеленый. Вот это было бы здорово. Но, к сожалению, Xiaomi предлагает за достаточно большие деньги. Да, этот смартфон стоит своих денег, да, он стоит по меркам конкурентов недорого, но эти деньги все равно немалые. Это не бюджетник. И я так считаю, что в этой ценовой категории, в этой нише, если уж вы туда зашли с этим устройством, то нужно предлагать большее количество расцветок. Но тут Xiaomi делает уже так, как они считают нужным. Ну и пятая причина, которая меня немножко насторожила, и именно по этой причине я купил именно эту модель Mi 9T, это то, что здесь нет поддержки карт памяти. Кто-то скажет, что во флагманы их не ставят, да просто потому, что они не хотят, чтобы они тормозили и так далее. Нет, ничего подобного. Взять, например, тот же Samsung. Вот, кстати, мой Samsung. Samsung Galaxy S8+. Здесь поддерживаются карты памяти вообще без проблем. Взять любой практически флагманский Samsung, там поддерживаются карты памяти за редким исключением. Поэтому это просто политика компании. Если ты покупаешь дорогое устройство, будь добр заплатить еще и за память. То есть, значит, у тебя есть денежки, значит, на тебе можно поиметь зарплату. Естественно, это, ну, логика понятная, и этим промышляют не только Xiaomi. Поэтому я купил это устройство не 664, а 6128. У меня именно такая модель с таким соотношением памяти исключительно по той причине, что здесь нет возможности установить карту памяти. Если бы возможность такая была, я бы взял 664 100%, как, например, вот с моделькой Mi 9. Я купил 664 исключительно потому, что у меня тогда не было денег. Но я бы очень хотел сменить свой Mi 9 на 6128. Я думаю, что скоро я это сделаю. Как только моделька 6128 немножко упадет в цене. Так вот, по поводу пятого недостатка, он, конечно, для многих несущественный. Но если вдруг вам нужно много памяти, обязательно смотрите на более старшую модель. У меня здесь установлено две симки. Работает связь шикарно. Как только вторая симка появляется в зоне действия выше, то все работает отлично. Первая симка у меня основная, основного оператора. И я, в общем-то, доволен связью. Она просто стабильная, шикарная. 4G ловит отлично. GPS ловит отлично. Bluetooth работает отлично. И 5X HD работает отлично. То есть, по этому смартфону у меня вообще никаких претензий, кроме тех пяти, которые мне нужно, скажем так, найти. Исключительно для того, чтобы рубрика пополнялась. Потому что в любом смартфоне есть какие-то недостатки. Просто на данный момент мы пришли к тому, что за такие деньги в этой ценовой категории Xiaomi предлагает практически идеальное устройство. Хотел бы прицепиться к тому, что здесь нет разъема под наушники, но он здесь есть. Хотел бы прицепиться к тому, что нет инфракрасного порта. Да, но сейчас, в общем-то, инфракрасный порт повсеместно выпиливается. Почему-то Xiaomi перестают его устанавливать в свои смартфоны. Я не знаю почему. Может быть, как раз таки потому, что категория людей, которые пользуются этим портом, настолько маленькая. И, как правило, это люди, которые покупают бюджетники. То есть, возможно, у них такой срез, такая аналитика, и они делают смартфоны именно исключительно из того фидбэка, который имеют. Ну, в любом случае, вот Mi 9, у него здесь инфракрасный порт есть, но нет разъема под наушники. То есть, какой-то прям идеальный смартфон найти, мне кажется, не представляется возможным. Купи ты iPhone за полторы тысячи долларов, ты не получишь всего того, что имеешь в этом же Mi 9T. Купи Mi 9T, не получишь того, что имеешь в Mi 9 или в iPhone и так далее. Так что, по-любому, мне кажется, в смартфонах будут недостатки, и эта рубрика будет пополняться. Обязательно смотрите видео «5 причин, почему стоит купить Mi 9T». Эта рубрика пополняется также и такими видео. Это будет видео мотивационным. В этом видео я расскажу о пяти самых ярких плюсах и достоинствах этого смартфона, за которые я в него влюбился. Ну и, конечно же, всем хорошего настроения. Кому интересно, покупал я этот смартфон на GearBest, там цены постоянно меняются, иногда дешевле на Алиэкспрессе, иногда с купонами дешевле на GearBest. Я ссылку оставлю в описании, но важный момент, заходите в группу ВКонтакте, я туда публикую купоны, с которыми можно купить смартфон дешевле. И, в общем-то, самые актуальные цены тоже ищите в описании, я постараюсь их опубликовать. Я пользуюсь двумя кэшбэками, ссылки на них в описании, тоже смотрите. Ну и не забудьте зайти на основной канал, там море всего интересного. Если видео понравилось или было полезно, не забудьте поддержать. Хорошего вам настроения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok